всем привет друзья вас снова приветствует кузин за тест-драйвов опять раннее утро выехали мы ночью направляемся в львовскую область за очень интересным экземпляром как вы наверно понимаете и знаете оригинальным машина может быть только один раз жизни если вы хотя бы что-то покрасили что-то отреставрировали это уже не оригинал и сегодня мы едем именно за оригиналом правильно да мы едем за пазиком 672 78 года еще с круглыми красными поворотниками стопами и которого которого пробег составляет 40 или 50 тысяч точно мы узнаем когда приедем на место вот но автобус не крашен в салоне все родина оригинал поэтому мы так решили что стоит прокатиться практически 700 километров в одну сторону забрать и снять для вас интересное видео обзор тест-драйв но этого динозавра показать который 40 лет практически сохранился в первозданном виде кстати как вы наверно уже поняли назад мы поедем именно на пазике соответственно будет первый тест-драйв этого автобуса так сказать такой не запланированный нежданчиком но я думаю что будет очень интересно да и еще хочу добавить что наконец-то дима получил категорию d и он у меня будет сменщик-стажер сегодняшнем рейсе так и будет ну что я поехал Выехали мы в 3 часа ночи. Я смотрю, что чем ближе мы приезжаем к месту назначения, тем меньше у нас шантов красиво все отснять тут на месте. Погодка, конечно, шепчет. Я думаю, что дорога будет назад невеселая. Притом, что мы будем ехать на таком старичке. И тут, конечно, техническое состояние начинает выходить на первый план. Ну да. Я чего еще самое интересное не видел. Это Игоря мы туда отправили на сутки раньше. Но он побещал, что все будет нормально. Он сказал, что вроде бы как пуля. Да, мне только интересно, пуля это пуля. Он проверял печку, дворники, фары. Вот это я так думаю, что навряд ли. Но ничего, будем сейчас воевать. Автобус очень интересный. Я считаю, что это большая удача. Его в первозданном виде найти нетронутые. В основном корчили его. Даже вот у нас стоит 672М 79 года. Но там уже и заднюю дверь переварили. И там и сиденья поставили более комфортабельные. Ну, уже как бы. В общем, уже немножечко. Да, поэтому не только думали его делать, но нашли такой экземпляр, что мимо него пройти просто невозможно. Поэтому и сорвались в такую погоду. Потому что люди не задатки, ничего не берут. Это село приезжать и забирать. Ну, тем интереснее, потому что у нас получается такая довольно экстремальная поездка. Я думаю, более экстремально будет, когда будем ехать на нем обратно. Будет экстремально, если не дай бог, там печка не работает. Мы с собой не зря взяли еще переносной магнитов. Он с батарейками, чтоб не было скучно. Ну да, я думаю, что аудиосистемы там не будет. Да. В базе. Да вообще не зон. Вообще никакой. Ну, прикинь, а люди же ездили там вот, да? И часами, и за рулем. И нормально. Ну, раньше в основном, помнишь, были «Весна» с кассетник монофонический, с одним динамиком. Вот. Я, кстати, вот хочу тоже достать. Если там кто знает, где есть новый или там в хорошем состоянии. Вот. Его вложились на двигатель. Два провода плюс-минус 12 вольт. И все работал. И включаешь там «Белые розы» или еще что-нибудь там такое. «Белые розы без защитной шипы». Кстати, еще что очень меня заинтересовало в том экземпляре, за который мы сейчас едем, то что на нем еще на бортах, во-первых, он весь в родной краске, еще раз повторюсь, а на нем на бордах набитый по краской знак качества советского. Оно так очень интересно и колоритно, мне кажется. История автобуса там немного мутная. Кого мы покупаем, люди купили его недавно. Я даже не удивлюсь, что целью перепродажи, скорее всего. Вот. Купили. Тоже сильно не говорят где, но вроде бы как с какого-то на ответ хранения он был. Поэтому отсюда и такой пробег, и состояние в тюклей боксе стоял. Но они не успели там ничего на колхозе? Они на колхозе ли сверху багажник. Ну, видно в качестве дуб опции, я не знаю для чего. И лесенка, чтобы залезть. Кстати, из алюминия. Не просто так. Не сдали, а сделали лесенку. Вот. Но Игорь поехал уже раньше. Я ему сказал её убрать. Демонтировать. Да, демонтировать. Демонтировать. Тюнинг. Да, убрать этот корчинг. И, в принципе, вот мы сейчас проверим. Вот будет тут даже очень интересно засечь. У нас идёт бак 105 литров. Завод заявляет 20 с половиной. 20 с половиной. А проскод при скорости 60 километров в час. Мы сейчас заливаем полный бак. И отмерим. Пройдём 100 километров и зальём опять до полного. Сколько он влезет. И тут как раз двигатель не капиталился. У двигателя всё заводское. Карбюратор родной. Всё в родине. Поэтому и пробег маленький. Поэтому, я считаю, это будет честный замен. Более-менее, да. Да, дождь у нас только ещё сильнее становится. Ну, кстати, это добавит немного колорита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую, Василь. Наконец-то мы до вас забрались. Погода немножко подкачала. Ну, мы посмотрим, что мы купили. Ну, первое впечатление, Дима, супер. Отличное. Вот сегодня наша машина времени выглядит вот так. Давай задем его внутрь. Да, посмотрим. Слушай, ну, тут всё по заводу. Добро пожаловать в 78-й, правильно? В 78-й, да. Смотри, всё... Всё добре, всё плохо. Вот это одно из моих любимых мест было. Моё тоже в детстве. Потому что высоко подбрасывал. Тут запаски не было. Как я брал, тут всё открываю, всё. Но был так, тут крутил, всё, 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 врачи. Как заду, всё... Супер, он да, я посижу. Я тоже любил здесь кататься в детстве. Потому что так высоко подбрасывал. Это было любимое место. Самое главное, он должен быть тёплым. И мы это оценим сегодня по дороге. Ну, это у нас будет время. Всё, вы зараз доедете, за мной уже тёплый. Ну, смотри, Ля, все плафончики. Вот один только не родной стоит, а так всё... Ну, тут-таки стоял. Вот. Ну, то можете поставить, там есть. Да, мы поставим. Можно включить светлый, не треба? Не, не треба. Дякую. Вот. А так, смотри, Ля, молоточек даже висит. О, ну. Молоточек всё, как было. Укомплектован, укомплектован. Вот. Самое главное, что знак качества стоит на борту. Да, я обратил внимание. Покрасочка, покрасочка, всё родное. Тут не было ничего, тут ничего. Всё было. Я думаю, что минимальная работа, да? К весне, к весенней выставке, он будет как новая. По сравнению с тем, с которым надо было работать и работать, тут практически новая машина. Тут новая машина. Ну что, я предлагаю поехать и попробовать его на ходу. Смущается, на камеру не хочется. Заводится. Что садить? О! О! Работает. Слушай, ну, почувствую себя в детстве. Да. Я на таком на тренировку ездил. Пятый маршрут у нас в городе был. В лагеря, на базы отдыха с родителями. Как раз только на таких и ездили. Музыка. 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 Ну, без приключений мы не можем, пускай бы радуются. Кстати, еще очень сильно повезло, что заглохли с удобным карманом, потому что здесь дорога горная, с серпантином. Так, давай следующее, этого у нас 15 литров, по идее. Да нет, должно хватить. Получается, мы делаем вывод, что у нас датчик бензина не работает, поэтому надо засекать по километражу приблизительно. Ну, потому как работал мотор, я думаю, что бензоназол тоже хороший. Канистры, конечно, делают вообще неудобно. Момент истины сейчас. Да, момент истины. Да, вытащить ее легче оказалось, чем засунуть. А, во! Видишь, все сразу внутри, оказалось, надо было немножко провернуть. Да, по-моему, крышка, честно, спертая с какого-то военного зона. Да. Бензонасос нашелся, в этом моряком удобном месте. Кстати, вы обратите внимание, какой двигатель, еще уродной покраски фильтра, все ролики, поэтому автобус реально прошел в районе 50 тысяч. Пробежал. Табличка. Сейчас еще раз в 5 качнем и будем пробовать. Все, есть. Давай, пробуй. Сейчас сразу закроем. О! Закрылась. Пробуем. Будем надеяться, что перчатки в дороге больше не пригодятся. Маслус подключал. Есть. О! Давай, давай, попробуем подсос чуть-чуть. Есть, огонь, огонь. И опять полный бак. Опять полный бак, видишь? Может, у него бак 15 литров просто набросать? Нет, полой и 105 литров. Да. Ну что, будем двигать дальше. У нас, кстати, есть тут магнитофон кассетный, все аналоговая музыка, не цифра. Все, 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 как полагается. Да, практически в то время. Ну что, поехали. Ой! Так, печечку побольше. Кстати, классно печка работает. Очень тепло. Да, очень тепло. Ну, наконец и заправка. За заправками здесь неправда. Немного их. Все. Сейчас зайдем до полного. До секунд километра все будет смотреть, как она поедет. Еще и заправка такая какая-то странная. Я таких уже не видел очень давно. У нас лучше странная, чем никакая. Ну, согласен. Давай, заруливай. Так, а какой у нас идея здесь, слушай. Какой из них какой, а? Проехали или нет? Могли, нормально. Без вот этого предмета мы бензобак не откроем, да. Полезли. Кстати, очень неудобно залазить. Конечно, бак сделали маленький здесь. Ну, в принципе, автобус при город-город ему, в принципе, по заводу на 500 километров по идее на смену должно хватать. Это одни мы такие, которые на таких автобусах едем куда-нибудь далеко. Сколько там литров? 55, 75, 85. Потому что там, правда, дырка. Сколько там? 92. Все. Отходи. Сколько там сумма у нас? Сумма 1991. Прикольная сумма получилась. Смотри, мы залили почти 93 литра. Смотрим, как впечатление. Первые 200 километров за спиной. Знаешь, я не знаю, какие у меня глаза, но у тебя они горят. Я вижу, что ты очень доволен покупкой. А я вот реально еду и вспоминаю, что вот это место у меня тоже было любимое, когда я с дедушкой ездил на рыбалку. Когда еще такой малой шкет был, знаешь. Меня всегда пускали, я сидел возле водителя, смотрел. И тут очень тепло от двигателя. Единственное, что мне периодически жутокапает за шиворот. Я думаю, что это багажник, наверное, который был приварен на крышу, да. Надо будет посмотреть, что там не затекало ничего. Нет, ну по-любому. Лишняя дырка в крыше, то уже тебе чем будет. Да, да, да. Ну у меня глаза уже не горят, если честно, подустал бы. Получается 200 километров, едем 3,5 часа. Ну ты знаешь, для меня вот этот шум, реально я вспомнил, он для меня оказался знакомым. Я реально так и должен шуметь этот автобус. Правда у нас музыка не удел даже оказалось, можно было не брать. Да, музыка трусит не по-детски. Ну, кстати, смотри, его машину трусит, да. А как на руль передаются не ровно? Смотри, вроде бы, я довольно легко управляю. Я думаю, что опера-хидроуслитель хорошо работает. Нормально, да? Да. И конструкторы, что его делают для бездорожья, поехали поплатить дорогам. Можно, в принципе, скорость сбрасывать. Ну, я смотрел, да, что колбасило капитально. Ну, на руль и отдаёт, идёт ровно. А, нормально. В принципе, вот руль бросаю, идёт чётко. Ну, и моторчик, я смотрю, тянет, да. Потому что на подъёмах вот там периодически я смотрел. Думал, всё, не вытянет, реально. А он чик-чик-чик на одной передаче, или на четвёртой, или на третьей, ну, вытягивал. Ну, это не спортбайк, он и должен вылетать. Ему главное добить человек пятьдесят и довести. Ну, это честно, и я вот сейчас понимаю, какая адская работа была у советских водителей. Да и сейчас ещё можно в глубинке встретить такого старичка, который исправно по маршруту долбит. Я говорю, очень тяжело, конечно. Неудобная посадка. Руль непонятно где-то вверху. Видится, что удобно ехать так. Мне ещё нравится этот дворник-метроном, который, знаешь, с секунды считает, когда же мы всё-таки приедем домой. И ещё, я так смотрю, у него очень большая амплитуда. Он работает от стойки до самого низа стекла. Я так понимаю, здесь обзорность хорошая, да? Нет, обзорность хорошая. Единственное, что зря поставили сюда современные зеркала. Ну, подожди, подожди, у нас есть. Вот, смотри. Мы приедем и поставим всё, как было, сделаем. Вот. Ну, если честно, они ещё топнули, да. Будет завод, нормально всё. У нас получается не машина времени, а автобус времени. Кстати, забей, вот у него у базика даже не было прозвищ, да? Нет, у одного был этот пингвин, который был... О, пингвин, это он так и назвал. Да, с морозильной камерой, да? Потому что был пингвин рисован, да. Кстати, где-то, по-моему, чей в Армении, чей в Азербайджане переделывали. Да. Вот. Но, я имею в виду прозвище, а народ ему никакого не придеет. Пазик и пазик. Сот семьдесят второе, всё. Если взять там, да, там, скотовозы, луноходы, да, там, тут ничего как-то нет. Ну, смотри, реально у него подвеска была сделана для плохих дорог, и это как раз то, что надо сегодня. Потому что такие дороги, как мы едем, это вообще лучше. Ну, да, действительно, подвеска такая нарканёвкая, что, в принципе, кофиг, грунтовка, ямы, куда сегодня только не попадали. Да, ну да. Конечно, тут двигатель, а уже вот такая голова. Мне же нравится, что в этой машине, в принципе, всё работает. Да. Тут, кстати, нет ещё завода, нет аварийки. Мы это уже узнали. Вот. В принципе, я говорю, вот, у меня сомнения в датчике температуры двигателя, воды. Ну и бензин, понятно. А так? Да, и свет в салоне тоже горит. И довольно неплохо. Да. Вентилятор и печка даже жарко. Да мне жарко, реально он здесь сидит. Притом, с двигателя, смотри, он сверху холодный, реально. А вот только снизу, сбоку, да. Там, там, где дует как раз на ноги. Но зато хорошо ноги сушить. Вышел, промочил, зашёл, сел. Дуй подключил, и всё, аж горят. Ну, тут больше дуб не занятся. Вентилятор чуть не в задницу дует. Я доволен, но, как представлю, сколько ехать у меня, честно говоря, плохо становится. Это у нас самая дальняя поездка. Пока, да. Не, за легковыми ездили и дальше. А вот именно автобус, грузовик, самая дальняя. А ещё и своим ходом. Ну да, в ЛЯС мы везли автобусом в Лафете. Ну да, если бы мы его везли на Лафете, то это было бы не то. Ну я думаю, да, не те ощущения. А тут такая проверка боем вкрат. Проверка боем, в принципе, без сильных осмотров. Мы поверили на честное слово хозяину. Он дал тысячу процентов, что он доедет. Посмотрим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok До базы Хотя было не все гладко Именно поэтому мы вам не показали Сам момент, как мы приехали Проблемы с недостатком топлива Были не единственные Правильно, Макс? Нас поджидали еще более существенные Несколько, да Таких вот маленьких Нежданчиков Как говорится, первого нежданчика Из-за которого, в принципе, машина и не доехала За один раз Это Наш любимый дворник Как вы помните, целый день, как мы его забирали Лил дождь Без перерыва И, наверное, за всю жизнь Этот дворник столько не сработал У нас произошла вот такая вот Ерунда за 250 километров Выломалась Даже не выдержал металл То есть просто металл не выдержал? Да И мы остался как раз Это водительский дворник И мы остались, говорится Водитель остался без обзора Поэтому мы решили не рисковать Поставить его на заправке Так как тоже на каждой заправке Штанги на пазике Сейчас, к сожалению, не продаются Да Поэтому пришлось возвращаться в Киев Снимать с нашего второго пазика штангу И потом ехать и уже догонять Но, опять же, машина дошла своим ходом Без каких-то там, ну, за исключением вот этого Остановки бензина, да Ой, окончания бензина В принципе, автомобиль Доехал старичок сам Без всяких там буксиров, тросов, эвакуаторов Но мы пока не можем сделать полноценный обзор И тест-драйв этой техники Потому что, ну, остались все-таки Еще некоторые технические проблемы Ну, первая проблема Это у нас карбюратор и бензонасос Как помнишь, по дороге, к сожалению, мы это не засняли У нас пропадала тяга Приходилось останавливаться Остывал бензонасос Хоть положи тряпочку, называется Мокренькую на него Да, да И под конец автобус уже на подъезде Уже к базе У нас стал заводиться даже на горячую Только с вытянутым подсосом Поэтому тут надо разбираться с карбюратором Я думаю, что надо сделать Замену масла, всех жидкостей Чтобы он уже полноценно И кушал он, кстати Мы акцентировали внимание Посмотрим, сколько он кушает Но он реально ел больше заявленного практически в два раза Я думаю, что это все связано с карбюратором Так что, друзья, когда мы устраним эти проблемы Тогда сделаем уже полноценный обзор этого автобуса И проведем его тест-драйв С удовольствием До новых встреч И не забывайте, что мы куем для вас тесты на земле В воде и воздухе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok